Не справедливо всё на свете, Но где же Бог, зачем молчит, Зачем же терпит он всё это, Ведь на несчастьях мир стоит. Такими мыслями терзаясь, По лесу юноша шагал, И мысль такой понять стараясь, Домой тропинку потерял. Но вдруг навстречу путник с сумкой Идёт дорогою одной, И на вопрос «Укажешь путь мне?» Ответил «Да, пойдём со мной». Змеёй в лесу тропинка вилась, Скорей бы долгожданный дом, Вдруг перед ними появилась Избушка под большим кустом. Хозяин их радушно встретил И накормил, и напоил, А юноша, добро отметив, О чаши золотой спросил. «О, мне подарок — это чаша, От бывшего уже врага. А это символ дружбы нашей, Она мне очень дорога». Хозяин вышел на минутку, А спутник вещи все собрал, И вдруг припрятал чашу в сумку, И вместе с юношей удрал. Спросил за тот поступок подлый, Услышал юноша в ответ. «Нет, молчи, мой друг, Пути господни нечеловеческие». «Нет, к другой избушке их дорога Немного позже привела, Но вдруг из неё голос строгий, Как будто острая стрела. «Эй, убирайтесь-ка отсюда, Для вас здесь нету ничего, А если жить хотите, люди, Уйдите с места высего». Хозяин дома их отправил, Но перед тем, как уходить, Вдруг путник чашу там оставил, Решил подарок подарить. «Но ведь несправедливо это, С досадой юноша сказал, Ведь он скорее достоин смерти, А ты ему подарок дал?» «Но путник наш вдохнул свободно», Сказал ему опять в ответ. «Молчи, мой друг, Пути господни нечеловеческие». «Нет, уйдя от злого человека, Ночной дорогой в лес вошли. В избушке старой дровосека Они ночлег себе нашли. Тот дровосек был беден очень, До шестерых иметь детей, Хоть кушать нечего, Но всё же он принял радостно гостей. Единственным богатством было Любовь да дружба в доме том, Но чем уж очень дорожили, Так это был их старый дом. С утра детишки побежали Грибы к обеду собирать, Хозяйка всё бельё собрала, Пошла на речку полоскать. В лесу дрова рубил хозяин, Он зарабатывал как мог, А путник, словно злобный камень, Взял спички и их дом поджёг. Тут наш герой не мог сдержаться, Да как же им можно поступать? Ведь этот дом — всё их богатство. Ну зачем же им так страдать? Но снова путник тот негодный, Уже знакомый дал ответ. Молчи, мой друг, пути господни, Не человеческие. Нет. Вот у окраинной дороги Стоит избушка над рекой. Хозяин там хоть был и строгий, Но пригласил гостей в свой дом. Хозяин — пожилой мужчина, Жену недавно потерял. Одну имел он радость — сына, А людям всем не доверял. Как бы там ни было, Принявший гостей хозяин накормил, А сына попросил, чтоб дальше За речку он их проводил. Вот мост дошли до середины, И путник мальчика позвал, С ним поравнявшись, что есть силы, Толкнул его. И тот упал. Тут юноша не мог сдержаться. Да как же так? Кто ты такой? Ну сколько можно продолжаться? Несправедливость это! Стой! Тут путник, словно луч весенний, Вдруг ярким светом засиял, И через несколько мгновений Прекрасным ангелом он стал. Потом, взмахнув рукой свободно, Он отвечал, рассеяв свет. Молчи, мой друг, Пути господни нечеловеческие, нет. Ты помнишь первый дом и чашу, Хозяин, что имел ее? Туда, так вот, туда был яд подмешан, Ему я жизнь дал за нее. А помнишь слово человека, Который нас тогда прогнал? Ему оставил чашу эту, Я дал лишь то, что он избрал. В сгоревшем доме, разгребая, Золой и пепел дровосек, Там золото нашел, рыдая. Богатым стал тот человек, А мальчик, что в последнем доме, Как вырос бы, убийцей стал. А так в пришествии Христова В число спасенных он попал. Когда отца утешат люди, Добрей намного станет он. И в будущем он тоже будет, Как и когда Иисус придет, спасен. Что видишь, то незнанию сродни. Не отвергай прозрение свет, И помни, что пути господни Не человеческие. Нет, как часто в жизни скоротечной Мы видим горе и беду, И в этой горести сердечной Живем как будто бы в аду. Но ты, мой друг, доверься Богу, Ведь знает он, как повернуть Твою невзрачную дорогу На новый, светлый, чистый путь. Так что ты помни, друг, сегодня, И через много, много лет Воистину пути господни Не человеческие нет. Аминь.